Ребята, всем привет! Пришло время снимать новое Q&A видео. Первый вопрос звучит как, какие навыки я хотела бы приобрести? Сейчас я очень интересуюсь темой финансов, инвестиций, бизнеса, и, наверное, я бы хотела больше узнать об этом. Например, сейчас я очень много всего читаю про криптовалюты, ну и в целом меня вообще интересует тема денег, тема построения своего бюджета, потому что я хочу немножко лучше разобраться в том, как заниматься своими финансами, чтобы их приумножать, и я считаю, что это очень важно для каждого человека разбираться в финансах, потому что это то, чем у нас, к сожалению, не учат в школе, нас не учат тому, как вести бюджет, как приумножать свои сбережения, и поэтому вот сейчас я хочу наверстывать то, что я упустила за прошлые годы, и как-то вот в этом получше разбираться. Если бы ты могла заменить что-то одно в мире или в жизни, то что бы это было? Я бы очень хотела, чтобы в мире было меньше насилия, а лучше вообще, чтобы его не было, и причем насилие во всех смыслах, то есть это и войны, и физическое насилие, и моральное насилие, и даже то, как друг к другу люди иногда относятся, насилуют друг друга эмоционально. Вот в любых вообще ипостасях я бы хотела, чтобы насилия не было. Еще вопрос, с кем бы ты хотела встретиться сейчас, и что бы ты спросила у этого человека? Я пыталась придумывать какую-то знаменитость, или какого-то человека, который меня вдохновляет, кем бы я хотела увидеться, и это в основном все те люди, которых я постоянно смотрю в интернете, там их лекции на ютюбе, или интервью с ними, или я читаю о них, и в принципе я уже очень много о них знаю, об их общественной жизни, и мне этого достаточно. На самом деле я поняла, что если бы я встретилась с какой-то знаменитостью, я даже не уверена, что я хотела бы знать подробности, там, из личной жизни этого знаменитого человека. И если так подумать, кого бы я сейчас хотела бы встретить, то это был бы мой брат, и потому что мы живем далеко друг от друга, мы живем в разных странах, у нас 6 лет разница, он старше меня, и мы видимся довольно-таки редко все-таки, даже когда мы видимся, то у нас не получается нормально пообщаться, потому что у него все время много работы, и у меня какие-то свои дела, и вот я немножко, мне не хватает такого общения с моим братом, потому что я понимаю, что у нас с ним одна кровь течет, и все-таки это, как ни крути, один из самых близких для меня людей во всем мире, на всей планете, и я считаю, что вообще важно держать связь со своими близкими людьми, потому что, ну, это действительно люди, с которыми вы будете до конца своих дней. Очень важно иметь хорошее отношение друг с другом. Поэтому, что бы я у него спросила, я не знаю, я бы, наверное, пошла с ним в кафе, спросила бы, как у него дела, чем он сейчас занимается, какие у него сейчас проекты, и вообще, мне кажется, что мы очень часто бежим за какими-то не теми людьми, мы интересуемся вот теми же самыми какими-то селебрити, знаменитостями, людьми там из Инстаграма, блогерами, вместо того, чтобы интересоваться членами своей семьи, и знать вообще, что у них происходит. Так что да, такой у меня ответ, может быть, немножко неожиданный, но зато честный. Какой совет ты дала бы себе 16-летний и 21-летний? В 16 лет я училась в школе, в 10 классе, и это был первый год в гимназии, у нас в эстонской школе, у нас 3 года в гимназии, да, мы учимся. И у меня было довольно-таки вообще активное время тогда в жизни, потому что я много чем занималась. Я занималась шитьем, я ходила 3 раза в неделю, я ходила на уроки химии, я ходила на английский, когда-то потом я ходила еще в художественную школу пару раз в неделю, и у меня все время было что-то, чем я занималась. И, наверное, если бы я могла себе что-то тогда посоветовать, хотя, если честно, меня все устраивает сейчас, глядываясь назад, я бы просто подумала, что я бы хотела, наверное, еще больше экспериментировать, еще больше всего пробовать, может быть, заниматься спортом, там, на танцы пойти, как-то вот заниматься своим телом, именно вот чтобы как-то искать себя в разных направлениях. А когда мне был 21 год, то это был на самом деле сложный довольно-таки период, потому что я тогда жила в Копенгагене, и у меня не было вообще никаких друзей, потому что я переехала из другого города одна, и у меня было такое состояние, немного на грани депрессии даже, мне кажется, и, ну, был реально очень жесткий период. Я бы себе, наверное, посоветовала вылезать из комнаты, не сидеть дома, не грустить, не плакать, не ныть о том, как все плохо, как мне грустно, что я одна, а пойти просто, я не знаю, ходить на любые мероприятия, на лекции, искать какие-то знакомства, встречаться с разными людьми, общаться, узнавать что-то новое, и пользоваться вообще всем, что дает жизнь, потому что самое простое всегда это, ну, закрыться дома, решить, что все вокруг плохие, ты один самый несчастный, и вот грустить по этому поводу. Следующий вопрос. Какие у тебя воспоминания о детстве? Вспомни свою жизнь в 90-х. Тебе не хотелось бы родиться в Скандинавии и иметь другое мировоззрение с ранних лет? Очень классный вопрос, прям заставил меня задуматься, потому что начнем с того, что я родила в 91-м году, и для тех из вас, кто вообще как-то знаком с историей, я родилась 29-го июля, и в эти дни происходило очень много серьезных политических событий, и настроение в странах постсоветского пространства, оно было очень напряженным, и я представляю, какой это вообще был стресс, наверное, для моих родителей, что ребенок родился в такой абсолютно непонятной обстановке. Я помню, что мои родители очень много сюда работали, у них было по несколько работ, но при этом я всегда получала внимание от своих родителей, как ребенок, то есть это не так, что мама с папой уходили на работу, а я там сама по себе была, да, наоборот, совсем нет, я все время получала какую-то поддержку от родителей, я все время с ними общалась, мы все время что-то делали, и я сама тоже, как ребенок, все время была очень активной, я ходила на какие-то кружки, и у меня, в общем-то, такое воспоминание детства хорошее, да, я все время была чем-то занята, при этом я понимала уже тогда, что в жизни ничего не достается тебе просто так, и глядя, например, своих родителей, которые много и усердно работали, я понимала, что чтобы чего-то реально добиться, нужно очень много стараться, и что деньги тебе не приходят вот так на раз-два. Я сама не боюсь труда, и я не боюсь каких-то препятствий, и я понимаю, что через все можно пройти, все можно преодолеть, и ничего невозможного абсолютно нет. Сейчас я уже взрослый человек, я понимаю, что мне нужно сделать, чтобы чего-то добиться, и я иду к этой цели, то есть я не сижу и не жду, когда у меня что-то появится, а я реально предлагаю усилия для того, чтобы к чему-то прийти. И иногда, когда я смотрю на своих сверстников в Скандинавии, которые росли в таких тепличных условиях, я вижу, какая между нами большая разница, потому что они всегда видели хорошую жизнь, и в основном, конечно, это опять же очень разные ситуации бывают. Я представляю, что жизнь скандинавских детей, она совершенно другая, у них уже с детства есть всевозможные пособия, помощь от государства, и это великолепно. Вообще вырасти в такой развитой стране, я думаю, это замечательно, когда человек вырастает в таких вот уже комфортных условиях, но в целом тенденция такая, что люди здесь абсолютно иначе смотрят на жизнь, у них нету стремления там покорить мир, условно говоря, да, у них вообще другие ценности, и это абсолютно нормально, потому что у нас у всех вообще разные взгляды на жизнь, но я не такой человек, мне нужно всегда к чему-то идти, мне нужно всегда стремиться вперед, мне нужно достигать новых высот, потому что иначе мне будет просто скучно жить, и я думаю тоже, что это во многом идет из детства, что мне всегда хотелось что-то, чего-то большего, чем-то еще заниматься дополнительно, что-то еще изучать, но я не хотела бы вот родиться в Скандинавии, как раз потому, что мне кажется, что я была бы, наверное, вообще другим человеком, я была бы очень такой, мне кажется, скучной в чем-то. Какие качества ты уважаешь в других людях? Я очень уважаю, когда у человека есть любовь к жизни, и интерес к жизни, интерес к чему-то новому, все время какое-то желание что-то узнать, что-то познать, чем-то заниматься, когда у человека горят глаза, вот это какой-то целеустремленность, да, мне вот нравятся люди, у которых есть цель, у которых есть идея, которые идут вперед, у которых есть в хорошем смысле слова любопытство к новому, и нету внутренних границ. Конечно, у всех есть из нас какие-то границы, какие-то комплексы и так далее, да, но я имею в виду в глобальном смысле, которые не ограничивают себя каким-то одним мнением, одним взглядом, которые готовы признать, что иногда они неправы, которые готовы менять свое мнение, у которых нету такой, знаете, твердолобости и какой-то замкнутости. Я считаю, это очень важно, когда человек в любом возрасте, причем и молодой человек, и взрослый человек, может открыто смотреть на мир. Я очень вот уважаю такое вот стремление к интересной жизни. И последний вопрос, это что ты любишь отдавать людям, чем ты любишь делиться из нематериального? Мне очень всегда хочется, чтобы после общения со мной у человека оставалось хорошее настроение, чтобы он был заряжен позитивной энергией и чувствовал себя легко. Потому что иногда бывают люди, которые в какой-то мере высасывают энергию, и я стараюсь таких людей избегать. И поэтому я всегда сама стараюсь, когда я общаюсь с человеком, чтобы у него было хорошее настроение, когда он рядом со мной. И это не означает, что я там, э-эй, улыбаюсь или шутки травлю постоянно. Но в общем и целом я не люблю грузить сильно людей. И даже если я делюсь там какими-то своими проблемами и неприятностями, я делюсь это в таком ключе, чтобы узнать мнение человека, посмотреть, что он об этом думает, но ни в коем случае не чтобы он там чувствовал себя как-то плохо от того, что я его нагружаю там какими-то своими вопросами, да. То есть для меня действительно очень важно, чтобы после общения со мной у человека было хорошее настроение. На этом всё сегодня. Если у вас есть какие-то ещё вопросы, как всегда, оставляйте их в комментариях. Заходите ко мне в Инстаграм, можете там тоже писать какие-то свои вопросы. Я всегда всё читаю и потом вот так вот собираю кучу и отвечаю за раз. А сейчас я прощаюсь с вами. Желаю вам супер-классного дня и увидимся уже очень-очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok